Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о новой ноте. Сразу могу сказать, что она для квалифицированных инвесторов. И эта нота мне понравилась, очень интересная. Это нота по принципу Geared Put, о котором я рассказывал. Это уменьшает возможные риски на самом деле. И я знаю, что меня смотрят квалифицированные инвесторы в том числе, поэтому я рассказываю о той ноте, которая мне понравилась. Итак, внимание на экран. Смотрите. Отзывная нота «Потенциал туризма безграничен». Это на туристическую отрасль. 11-12% годовых в валюте доходность. Условная защита от снижения цены, понятно. Ежеквартальные наблюдения, что нравится. Базовый актив отобран на основе рыночной экспертизы. 3 года. Ну, в принципе, нормально, потому что за 3 года, я думаю, что она либо закроется, когда будет улучшение экономического положения, либо если будет сейчас, в ближайшее время, например, ухудшение, то она переживет это дело за 3 года уж точно. Вот. Поэтому 3 года нормально. Ежеквартальное наблюдение – это достаточно часто. Чаще, чем ежеквартально, такие ноты не бывают. Минимальная сумма инвестирования – 10 тысяч долларов. Компании – Expedia Group, Norwegian Cruise Line Holding, Boeing Company, Marriott International и WinResource Limited. Ставка купона 11-12% годовых, ежеквартально, начальная цена понятна, барьер поставки, то есть барьер поставки 65% и Geared Put, что очень приятно. Купонный барьер 65%, то есть нота может упасть на 35% без потери купона и так далее, то есть самая худшая акция может упасть на 35%, это немало. Барьер отзыва 100% падает на 2% в квартал, то есть за 3 года сколько получается? 3х4 – 12, 12 умножаем на 2, получается 24% барьер отзыва будет снижен. То есть там уже совсем близко будет к купонам барьер. Да нет, уже не так близко, но как бы вот так. Ну и даже если через 3 года худшая компания будет на 35% дешевле, чем в момент открытия, то Geared Put, например, 36%, вы практически ничего не теряете, если она потеряет 36%. Ну а дальше уже там, ну по прямой, то есть линейно теряется роста. Триггеры роста. Ну в общем, говорится, что люди все больше и больше начинают путешествовать. И здесь вот есть данные. Я думаю, что я смогу прислать заинтересованным людям вот эту презентацию, поэтому я не буду сильно уже распространяться. То есть если кому надо, пожалуйста, я по e-mail пришлю, если он у меня есть, если нет, то сообщи. Обзор базовых активов. Итак, ну Expedia Group. Игрок номер 2 после Booking.com на мировом рынке онлайн услуг для туристических и деловых путешествий. Онлайн бронирование отелей 69% от выручки, продажа билетов 9% от выручки, краткосрочная аренда частного жилья 8% от выручки, рекламные услуги 9%, а также сервисы по аренде автомобилей, продажи круизных туров и прочие услуги 14% от выручки. У них есть агрегированная платформа продаж, включает более 200 веб-сайтов с предложением услуг, 1 миллион объектов аренды, 500 авиакомпаний, 150 агентств по аренде автомобилей. Ну и ключевые платформы в группе Expedia Hotels.com, я как-то пользовался, Orbitz.com, Travela City, Expedia.com это понятно, VRBO.com не знаю что такое, HomeAway и Trivago. Ну, Trivago где-то у нас тоже мелькало. На американском рынке, на американский рынок приходится 62% бронирований именно через ресурсы Expedia. Остальные 38% приходится на глобальные бронирования. В 2018 году валовые бронирования через Expedia достигли 100 миллиардов долларов. Широкая партнерская сеть и так далее. Norwegian Cruise Line Holding. Эта компания занимает третье место на мировом рынке морских круизов по количеству судов. Флот компании насчитывает 27 кораблей под тремя брендами. Norwegian Oceania Region 7 Seas. Norwegian Cruise Line Holding контролировала 9,5% мирового круизного рынка и 12,6% пассажиры оборота. Ну, и так далее. То есть, всякие, чего добилось. Бета против индекса S&P 500 1.06. Ну, в общем, практически повторяет индекс 1 S&P 500. Вот текущая цена 54,38. Рыночная капитализация 11 миллиардов 570 миллионов. Так, ну вот, показывает, что она практически 1,06 к индексу S&P 500. То есть, бета оправдывает себя. Значит, Boeing. Boeing, как раз, я думаю, слабое звено здесь. Компания Boeing. Потому что, ну, бета против индекса S&P 500. Смотрите, 0,99. Я думаю, что в связи с последними проблемами с Boeing 767, по-моему, Max, который там есть падение. Есть уже отказы от и перенаправления в сторону Airbus. Но Трамп рвет и мечет и вводит уже санкции против Airbus. Пытается всякими силами помочь. Не знаю, насколько он упадет. Но думаю, что все-таки упадет. Мариотт. Ну, не думаю я, что Мариотту что-то грозит. Хотя, на самом деле, бета против индекса S&P 500 0.9, что не очень хорошо. Вот. Ну, вы видите, по сравнению с индексом, ну, как бы, непонятно, почему он 0.99. Мне кажется, он должен быть выше немножко. Мариотт Интернешнл – международная компания, управляющая гостиничными сетями. Входит Мариотт Hotels & Resorts, Ридс Карлтон Холлс. Ренессанс Хотелс, Ренессанс Хотелс и другие. И компания также имеет под управлением 80 гольф-полей. Основная доля выручки приходится на Северную Америку. Она в Москве представлена, в Варшаве я видел. Мариотт отели. Самые лучшие отели. Ну, это еще не значит, что они прибыльные. Вот. WinResorts Ltd. Вот здесь я не знаю эту компанию абсолютно. Бета против индекса S&P 500 1.05. Является оператором люксовых гостиниц и казино в Лас-Вегасе и Макао. В группу казино входят Вин Лас-Вегас, Вин Макао и Вин Палас Макао. Макао является единственным местом в Китае, где казино могут легально работать. Ну, это известно. Стратегия компании заключается в экспансии своего существующего бизнеса, что хорошо видно на примере нового отеля казино Encore Boston Harbor, который проводит реновации существующих площадей. Ну, и так далее. Ну, собственно говоря, все. Ограничение ответственности и все. Что такое Geared Put я рассказывал. Я думаю, что ссылку вы увидите прямо в конце будет заставочка со ссылкой на ноту, что такое Geared Put и вообще по всей информации о нотах. Я думаю, что это интересное предложение. Еще раз повторяю. 11-12% годовых. Ну, пока еще она только-только запускается. Поэтому здесь вот примерно так, сколько будет реально, еще неизвестно. Потому что она запускается, насколько я понимаю, 19 декабря. Обращайтесь. Это, опять же, брокерский дом открытия. Понятно, что у других брокеров я не знаю. Принципиально она для квалифицированных инвесторов, еще раз говорю, почему? Потому что эта нота выпускается на международном фондовом рынке FR Global. И по требованиям Центробанка, если кто-то хочет купить на фондовом глобальном рынке какой-то структурный продукт, то он должен обладать статусом квал-инвестора. Здесь это чисто к набиулиной вопросу все. Я надеюсь, что информация будет кому-то полезна. Поэтому спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует.